Нанес массированные удары с воздуха по боевикам радикального движения Хезбалла в южной части Ливана. Об этом Цахал сообщил сегодня утром. Израильские военные также призвали ливанцев эвакуироваться с тех зданий, где боевики хранят оружие. Вскоре Цахал начнет наносить масштабные и точные удары по объектам террористов по всему Ливану. Мы просим жителей ливанских поселений обратить внимание на сообщения и предупреждения, опубликованные Цахалом, и прислушаться к ним. Это заблаговременное предупреждение для вашей собственной безопасности и безопасности ваших семей. Мы советуем мирным жителям, живущим в районах, которые Хезбалла используют в военных целях, например, для хранения оружия, немедленно покинуть опасные места. В субботу израильская авиация наносила удары по Южному Ливану, заявив, что били исключительно по военным целям. А в ночь на 22 сентября Хезбалла атаковала десятками ракет израильские территории. В северной части страны звучали сирены, воздушной тревоги. В хайфе пациентов больницы пришлось эвакуировать в укрытии. Сейчас мы находимся в подземном госпитале. В связи с обострением ситуации на севере нам было приказано забрать сюда всех пациентов. По данным Цахал, по израильской территории выпустили более сотни ракет. Большинство удалось перехватить, однако есть и повреждения жилого сектора. Раненые двое мужчин и девочка, жители с севера страны, в частности третьего, по величине города Хайфа, просят быть предельно осторожными. Посещать только работу и учебу, где есть специально оборудованные убежища. Мы должны как-то положить этому конец. Должна сложиться ситуация, при которой мы будем уверены, что все смогут вернуться в свои дома и на севере Израиля, и на юге страны. В израильской армии предупреждают, что в ближайшие дни будут наносить удары по боевикам в Ливане. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем нашей цели безопасного возвращения жителей севера в свои дома. Впереди нас ждут дни, когда общественность должна будет проявить самообладание и дисциплину. В свою очередь в Хезболле заявили, что удары по Израилю якобы акт возмездия после серии взрывов, пейджеров и раций в Ливане. Тогда погибли 39 и были ранены около 3000 человек. По данным СМИ, эти пейджеры и рации Хезболла закупила у компании, оказавшейся прикрытием для израильской разведки. Однако президент Израиля Ицхаг Ерцах заявил, что страна не причастна к этим взрывам. Об этом он сказал в интервью Sky News. В Иране тем временем военным запретили пользоваться всеми средствами в связи, а также ищут израильских агентов среди своих офицеров.